добрый день дорогие мои ушел я от своего прудика потому что здесь солнце здесь ветер я понимаю что здесь в микрофона задувает и всего скорее что звук будет немножечко подпорчен но мне захотелось чтобы вы вкусили этой свежести тем более что там меня покусали мошки его глаз начало пухать но я продолжаю отвечать на ваши вопросы и попросили рассказать о всех заповедях блаженства я там объяснил вам что такое кроткие и я думаю что вам стало понятно что кроткие это не те кто значит такой весь из себя ботанику боги и все остальное а тот кто отказался раздражение и гнева кроткий он коротко действует раздражающийся и гневливый он начинает сначала орать разбираться думать потом если все-таки скандал и драка произошла извиняться а потом уж что-то и сделает кроткий короткий он 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 сразу принимает решение спокойно рассуждительно и сам в общем то не раздражается и других не обижает понравилось такое мое объяснение и попросили все заповеди так объяснить я наверное конечно сделаю и мы с вами пройдемся и что такое милостивые кстати первоначально и не просто блаженны милостивые а милость творящие было или миротворцы не не те кто ну ладно но сейчас бы я хотел с вами поговорить о том что на самом деле здесь в этих заповедях нужно понять очень одну важную вещь которую часто упускают из вида и поэтому заповеди даже если их знаешь они перестают действовать и это вещь или 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 суть в том что заповеди блаженства христовы путают или иногда сравнивают или приравнивают к заповедям моисеевым который дал им бог на горе сион и и они эти заповеди приняли вы помните что в виде скрижалей их опубликовали первые такой вот значит и растолковали библия там тором ну многие учения иудейские объясняют нет я сниму наверное то сейчас все улетит объясняют эти заповеди и и жить то они по этим заповедям не жили господь приходит бог слова и обличает их в том что они не заповеди не соблюди не бога не знали не имени его знать не знают в общем ничего по этим заповедям не сделали а моисей ведь когда значит увидел что не заповеди мать тельцу поклоняются опять все там и что там такая цифра не 30 ли тысяч иудеев было убито за то что они отклонились от заповедей вот ну в общем большая какая-то цифра так вот я к тому все это говорю что заповеди блаженства нельзя воспринимать как закон как закон они потому и называются что блаженством заповедем блаженства что я не они являются формой благодати благодати то есть блаженство благо благо благим женством вот и поэтому когда мы с вами их читаем и начинаем объяснять и начинаем говорить что вот нужно жить заповедем по заповеди божьим то у нас у многих происходит некое такое отторжение что чуть опять по закону какой-то что там за правило что за законы или у некоторых наоборот а вы нам объясните вот как как этот закон воспринимать и тогда мы будем жить по этому закону вот распишите как жить по этому закону и и ничего не получается ничего не получается и не получается это потому что закон то отменен я вас уже сотый раз наверное отправляю к слову о истине и благодати митрополита илариона киевского который буквально через 60 лет после крещения руси было сказано и он там четко говорит о том что чем отличаются заповеди блаженства от закона который до этого иудеи навязывали там хазарское было царство государства в котором долго киевская русь 300 лет проживала и они вов уже от этого закона они уже все им надоело вот до всех этих жертв так вот отличие то что это и есть форма благодати ее отличие в том что он ее надо не соблюдать а ею нужно жить и когда мы говорим о законе то что мы имеем ввиду что если закон не соблюдать то у нас будет наказание до наказание то есть вот закон вот за него польза будет а вот за него наказание азат в виде положенства не установливает такой нормы не соблюдаешь но не соблюдай но тебе никто плохо делать не будет сверху. Ты сам попадешь в такое положение, где тебе будет нехорошо. А если живешь по заповедям этим, то чем заканчиваются все эти заповеди? Нам что, говорят, вот соблюди все и будешь в раю? Нет. Нигде в конце заповеди не сказано и будет тебе рай. Нет. Или будет тебе власть на земле, если царь соблюдает эти заповеди. Нет. А что сказано? Что в конце всего всех этих соблюдений, значит, соблюдения всех этих действий, сказано, что радуйся и веселись. Это, кстати, еще одна заповедь, что получая вот это все, вот имея все это в себе, кротость, миротворчество, значит, мучения имея всякие, ты в конечном итоге радуйся и веселись. Глагол повелительного наклонения. при этом никто ничего не обещает. Просто говорит, что блаженны, 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 значит, уже святой. То есть, ты уже житель Царствия Небесного. И не надо думать, что надо помереть, значит, в ящик сыграть, как говорится, и только после этого ты станешь блаженным, и тебя все это как-то касается. Нет, ты здесь уже, если кроткий, ты блаженный. И как оплата-то радуйся и веселись. Все. У тебя есть разрешение на радость и веселье. Ну, естественно, духовное. Да, человек, который понимает, что он живет в заповеди блаженства, не будет веселиться неправильным весельем и не будет радоваться неправильно. Кстати, радость относится к душе, то есть радость душа принимает, живя в блаженствах или зная, что она блаженна, а веселье для тела, то есть веселье тоже относится к блаженству, и поэтому тело веселящееся, правильно, веселящееся, оно тоже часть блаженства. вот осознайте себе этого, осознайте, и не воспринимайте тогда не имение в себе пока блаженства вот такого вида, а каждое блаженство это форма жизни, образа жизни, это целая форма мышления человека, внутри него не установленная форма, порядок какой-то, а вот это целая форма жизни, уж если ты миротворец или там мироделатель, то это же твой образ жизни, если ты уж кроткий, так ты, это тоже твой образ жизни, а не закон какой-то поставленный, поэтому я объясню и попробую это сделать так, как это, но вы-то поймите, что за этим объяснением не растолкование, а именно объяснение, ну тем более не установление какого-то закона, что это вот так, вот так, я как вам священник говорю, вот так, если не выполните, то щекир-башка и тюрьма на веньке, ну вот так, договорились, если вас устраивает такая форма объяснения, что вы мне даете слово, что не будете считать все, что мною сказано законом, и не будете страдать, если этот закон не выполнен, а будете радоваться, если что-то у вас получается, тогда давайте буду вам дальше объяснять. Ой, хорошо-то как, ветерочек, но вот так хорошо. Петухи кричат, птички поют, рыбак на лодочке плывет. Слушайте, ну в раю я живу, но честно, как Господь так вот послал. Удивительно, у нас, кстати, на той стороне дом сгорел, мы приехали сюда в очень сильно разрушенный домик, его с трудом восстановили, и думали, что жуткое несчастье с нами произошло. А в конечном итоге мы живем вот в таком хорошем месте и хорошем. Сдувает, сдувает. Ну все, счастья вам, радости, и побольше блаженства внутри вас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok